Привет, друзья! Пока в Кишиневе небольшое политическое затишье. Пару дней у нас, видимо, будет относительно спокойно. Давайте заглянем за реку. Что там происходит за Днестром? Какие новости в нашем Лепрозории? А происходит там плавное превращение в Северную Корею. То есть, диктатура закручивает гайки. И знаете, даже в России такого нет. В России не сажают человека за то, что он покритиковал Путина. Вернее, как сажают, но придумывают какую-то статью, что он что-то украл или что он что-то дает обоснование, чтобы оно выглядело правдоподобно. В Приднестровье не заморачиваются. У них просто покритиковал президента в тюрьму без всяких разговоров. И только за последнее время произошло уже несколько таких случаев. Но самое интересное в этой истории то, что наши ничего не замечают. Вот Госдеп США сделал заявление. В частности, Госдепартамент США потребовал освободить и снять обвинения с Геннадием Чорбой и Михаилом Ермураке. Это двое заключенных, которые получили наказание сейчас за то, что покритиковали так называемого Приднестровского президента. А наши молчат, они ничего не видят. И ладно бы то, что власть была у Додона. Понятно, что он молчит, потому что даже если бы его родного брата Приднестровские власти посадили бы в тюрьму, он бы придумал этому какое-то оправдание и нашел бы повод, чтобы закрыть на это глаза. Но сейчас власть другая. Я понимаю, сейчас они заняты парламентом, они заняты правительством, у них куча дел, они делят посты и кабинеты. Но хотя бы просто выйти на пять минут на пресс-конференцию и сделать заявление, что нельзя так поступать. Мы живем в Европе, мы живем в 21 веке. И сажать человека только за то, что он вышел и сказал что-то против властей, это просто что-то беспрецедентное. Что же произошло в Террасполе? Там Геннадий Чорба и Михаил Ермураке получили приговоры по статье «Публичное оскорбление президента». Реально статья такая в Уголовном кодексе «Публичное оскорбление президента». Ермураке получил штраф эквивалентный 500 евро, а Чорба три года и три месяца тюрьмы. Его также обвинили в экстремизме. То есть вы понимаете, чтобы было понятно, мы, может быть, не чувствуем, живя в цивилизации, относительно цивилизации, мы этого не чувствуем. То есть вот если бы у нас человека посадили за то, что он, допустим, год назад вышел и покритиковал Додона, то у нас полно таких людей были, которые выходили и при всех минусах той власти, которая связывается с именем Додона, по крайней мере, он до такого не дошел, чтобы сажать людей за то, что его критиковали. Сколько я его критиковал, и тоже я, как видите, по-прежнему на свободе. Или сейчас, если бы кто-то вышел и покритиковал Майю Санду, оскорбил ее. Тоже я не могу себе представить, чтобы у нас за это посадили в тюрьму. А в Приднестровье это вот норма, и таких дел у них было очень много. И это не какая-то Африканская республика, это не Корейская народная демократическая республика, где так поступают уже много лет. Это Молдова, Приднестровье, непризнанная республика на территории нашей страны. Что мы можем сделать в этой ситуации? Да, у нас, конечно, нет таких спецслужб, как в Украине, которые действуют там в Донбассе очень жестко, оперативно. Мы видели, что они ликвидируют лидеров, сепаратистов, они там могут выкрасть людей. То есть они работают, как вот на уровне израильского Моссада. У нас нет такой гордости и чувства собственного достоинства, как у грузин. Потому что они этим непризнанным своим республиком, Южной Осетии и Абхазии, они создают постоянно проблемы. У нас нет такой решительности, как у азербайджанцев, которые смогли вернуть себе территорию. У нас ничего из этого... Знаете, мне вообще кажется, что Молдаване, наверное, самая толерантная нация в мире. Вот реально, когда в конце 80-х годов, в начале 90-х, в Прибалтике уже даже никто не говорил на русском. Вы могли зайти в магазин, говорить что-то на русском, продавец делал вид, что не понимая, на каком языке этот человек говорит, я ни слова, хотя они прекрасно все понимали. А у нас до сих пор, по прошествии стольких лет, у нас не то, что все говорят на русском, у нас это чуть ли не основной язык. То есть Молдаване это уступили очень легко, им как бы вот все равно. У нас билингвизм, знаете, он такой в одну сторону, потому что билингвизм, допустим, в той же Украине, два человека могут общаться, один знает русский, второй знает украинский, они вот разговаривают, один на русском, второй на украинском. Это билингвизм. У нас билингвизм в одну сторону. Все Молдаване обязаны знать русский, русские никому ничего не обязаны. И вот такой вот перекошенный билингвизм у нас стал нормой. Так, что же мы можем сделать в этой ситуации, когда у нас нет ничего из того, что я упомянул? Ни гордости, ни силы, ни спецслужб, ничего у нас нет. Но у нас есть закон, который мы можем исполнять. Мы можем хотя бы элементарно. Мы знаем лиц, которые виноваты в том, что людей сажают по беспределу в тюрьмы на том берегу Днестра. Мы знаем, кто принял этот закон, мы знаем тех, кто сейчас стоит за этими спецслужбами, тех, кто управляет их МВД, тех этих тюремщиков. Ну, элементарно, просто подать в розыск этих людей. Более того, их не надо долго искать. Если вы думаете, что их надо разыскивать, ждать, когда они случайно переплывают в Днестр, так вот нифига подобного. Они в Кишиневе, найдете их в пятницу в хороших наших ресторанах, найдете их в Моле, они там постоянно затовариваются. Найдете их в Кишиневском аэропорту сейчас, когда они начинают летать в отпуск за границей. То есть вся верхушка так называемого ПМР, они у нас постоянные гости здесь в Кишиневе. Поэтому элементарно, подаете их в розыск. И это заставит их моментально успокоиться. Потому что такого беспредела, и ведь они же чувствуют, что можно, что им ничего за это нет. И поэтому ситуация все накаляется и накаляется. И да, мне может быть какие-то моральные уроды, у которых нет родины, могут сказать, что ну что ты нагнетаешь, вот зачем эта провокация, ты что, войны хочешь? Так нет, ребята, господа моральные уроды, это не я нагнетаю, это вы нагнетаете и нагнетают ваши хозяева из Приднестровья. Потому что начиналось с малого, то есть там людей сначала слегка прессовали. То есть мы помним случаи, которые происходили много лет назад, и тот же случай Ильченко, которого продержали около полугода в изоляторе КГБ. Другие случаи, Олег Харжан, коммунист, которого я лично идеологически с ним на 100% расхожусь, я вообще не приемлю все его идеи. И он, в общем-то, враг государственности Молдовы, то есть он за то, чтобы отделение Приднестровья. Но человек сидит в тюрьме в Приднестровье за то, что он против их режима. То есть в этой ситуации, несмотря на то, что я против него, как по его идеологии, но я за то, чтобы ему дали свободу. Потому что нельзя сажать человека просто за его взгляды, потому что он считает не так, как считает власть. И вот эти двое бедолаг сейчас, которые пострадали, одному влепили огромный штраф, по Приднестровским меркам это целое состояние, а второго вообще посадили в тюрьму. Вы понимаете, что мы докатываемся до какого-то абсолютного беспредела. И самое худшее в этой ситуации именно то, что реагируют из-за океана. Это вообще позор. Кто-то где-то за десятки тысяч километров видит нашу проблему. Наши власти ничего не верят, у них все нормально, они сидят с закрытыми глазами и успокаивают себя какими-то мантрами о том, что главное, чтобы не было войны. Да и не надо войны, просто надо иметь собственно достоинство. Всего доброго, пока.